Хороший очень беспилотник. Какие расстояния доступны ему вообще? По дальности. У него 200-кратный зум. Видно очень-очень далеко. Назик, один огонь. Машина начинает работать, а я снимаю вот так мудрёно, для того, чтобы минимально обозначать локацию. Два танка совершают огневой налёт. Авдеевское направление. Удары по инфраструктуре противника – это беспокоящий огонь. Ежедневная такая работа для того, чтобы противник не мог концентрировать силы, не мог обустраиваться, передвигаться и так далее. Взводный опорный пункт. Это после того, как опытные взяли, они перегруппировались, отошли на вторую линию, на другие окопы на свои зашли. Сейчас опытные прошли, двигаемся дальше по направлению Авдеевки. Тяжело, да, конечно, сложно, но потихоньку, помаленьку. Выстрел. Снова уточняются координаты. Вот этот третий выстрел из череды, так сказать. Будет их больше десяти, но после третьего нам сейчас нужно уходить, потому что уже возможна работа контрбатарейная со стороны вооружённых сил Украины. Да, иду сейчас. Назик, один огонь. Встречайте. Пошёл. Вроде нормально пошёл. Есть, нормально. Сто поздания, да. Вот машина ушла с позиции. Продолжаем снимать мудрёно. Миссия выполнена на сегодня. Ну, вторая машина сейчас тоже снимается с места. Будет пополнять боекомплект для того, чтобы, ну, по приказу снова выдвигаться и работать. Работаем с закрытой позиции по координатам заданным. Мне задают координаты, то есть я цели не вижу. Насколько я знаю, танк может очень точно работать, да, по этой схеме? Да, точно работает. Вот, ну, парочку пристрелочных идёт, а потом уже точно где-то второй, третий уже точно летит. Продолжение следует. Танки меняют позицию постоянно для того, чтобы не отсвечивать всё-таки беспилотная авиация противника работает и разведка противобатарейная.